Здравствуйте, дорогие друзья! Ввиду большого количества вопросов, делаю обзор издания альбома Черная Метка от компании Мистерия Звука. Необходимость переиздания возникла давно. Альбом Черная Метка – первое издание с буклетом среди альбомов Алисы. Сейчас это издание считается раритетом и стоит весьма дорого. За 20 лет появлялись переиздания, но по своему оформлению они рядом не стояли с первым. И вот, буквально на эту неделю выходит долгождальное переиздание от Мистерия Звука. Переиздание в формате DigiPack. Когда-то этот формат считался признаком дорогого подарочного издания. Сейчас, как мне кажется, 90% музыкальных альбомов издается в виде DigiPack. Чтобы подготовиться к обзору, я уже распечатал один экземпляр. Мы будем сравнивать его с оригинальным первым изданием от Moroze Records. Обложки, на первый взгляд, отличаются незначительно. Переделан логотип группы. Цвета на переиздании более красочные. Гораздо больше отличий на заднике. Исчезла девочка Алиса. Вместо нее семь шутов. Они же семь песен. Они же семь смертных грехов. На издании Moroze Records шуты располагались на самом диске. Еще более интересную информацию можно найти в нижнем текстовом блоке. Авторство музыки в четырех треках указано за Андреем Шаталином, который оформил свой копирайт в российском авторском обществе. В связи с этим путаница возникла на развороте с информацией о музыкантах. Он был полностью переделан. Убран блок с теми, кто помогал в записи альбома. Нет упоминаний о Рушане Аюпове, Борове и даже немке Сюзанны, грязно выругавшейся в песне «Черная рок-н-ролл мама». Вместо лаконичных «Чума», «Кот», «Шатл» появились официальные Константин Кинчев, Игорь Чумычкин, Андрей Шаталин. При этом был исправлен косяк с цветом фона. Обратите внимание, что издание «Мороза» левая страница имеет красный цвет, а правая – оранжевый. В издании «Мистерии» обе страницы имеют красный цвет фона. Что касается путаницы, то нас заключается в следующем. «Шаталин» указан как автор песни то ли про любовь, то ли про беду. Однако нам известно, что автор текстерния – Игорь Чумычкин. И в самом буклете на странице с песней это указано. Качество самого буклета отличное. Нет никаких признаков того, что издание было сделано по сканам предыдущего. Найти оригиналы было несложно. Комик-студия «Муха» бережно относится к своим архивам. Цвета в переиздании более яркие и сочные, чем в «Морозовском» издании. Надеюсь, видеозапись передает эту разницу. По размерам буклет на пару миллиметров стал больше в ширину и длину. Есть и другие, совсем уже незначительные нюансы. Например, на оригинальном буклете видно черный прямоугольник, в котором находится этот рисунок. Цвет прямоугольника чуть более черный, чем цвет фона. Вероятно, дизайн создавался вживую, в виде коллажа на бумаге, а не на компьютере. В новом издании цвет фона однородный. Что касается самих дисков с записью, то произведенный в Австрии диск от «Мороза» на несколько граммов тяжелее диска от «Мистерии». Диски «Мистерии» печатались на двух заводах – в Зеленограде и Екатеринбурге. Установить принадлежность завода предлагается по информации на внутреннем кольце диска. Программой «Тау» был проведен спектральный анализ заглавных треков. Никакого ремастеринга записью не проводилось. Оно и к лучшему. На переиздании вы услышите тот самый звук, над которым 20 лет назад работали немецкие инженеры сразу трех студий в России и Германии. Подводя итоги, скажу, что самым большим минусом издания, как мне кажется, является несолидный тонкий диджипак. А самый большой плюс – это его низкая стоимость. Заказать издание можно здесь. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...